Новости продолжает эфир канала Хабара 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Многочисленные факты задержек рейсов намерены изучить в Комитете гражданской авиации после жалоб пассажиров. Накануне они не смогли улететь по расписанию в Мале и Ташкент. Были сбои и с внутренними рейсами. В отношении перевозчиков Эйрастана и Флайерестан начнут расследование. В случае, если подтвердятся факты нарушения прав пассажиров, авиакомпании привлекут к административной ответственности. Тем временем в Эйрастана объяснили ситуацию с рейсом Алматы-Мале. Отмечается, что борт вылетел по расписанию около двух ночи. Но во время полета возникли технические неполадки и воздушное судно спустя полтора часа вернулось в аэропорт Алматы. Ожидается, что самолет вылетит сегодня в 18.15. Хищение более чем на миллиард тенге выявили в Национальном музее. В Антикоре рассказали, как продвигается расследование уголовного дела. Правоохранители заинтересовал проект по созданию трехмерных моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации информационных ресурсов. Музей выплатил подрядчику миллиард триста миллионов тенге. При этом эксперты считают, что фактическая стоимость работ не превышает 84 миллионов. Таким образом, государству причинен ущерб в размере миллиарда двухсот миллионов тенге. Расследование продолжается. Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области. Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло на трассе Алматы-Екатеринбург. В салоне автобуса находились 17 пассажиров. Семь погибли на месте. Еще один скончался по дороге в больницу. Девятерых с травмами госпитализировали. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. К событиям в мире. На 30% выросло число инфицированных коронавирусом за последние две недели. Ухудшается эпицитуация в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. При этом эксперты считают, что летом темпы распространения ковида в Европе существенно увеличиваются, так как многие страны отменяют ограничения. Глава ВОЗ призвал правительство государства вернуться к испытанным мерам. Речь идет о ношении масок, вентиляции помещений и протоколах тестирования и лечения. Новый президент Шри-Ланки будет избран 20 июля на заседании парламента. Об этом сообщил генсек законодательного органа страны. Все кандидатуры на должность главы государства будут представлены за день до голосования. Напомню, в Шри-Ланке прошли массовые протесты со штурмом резиденции президента, после чего тот подал в отставку. Граждане недовольны затянувшимся экономическим кризисом и ухудшением условий жизни. В настоящее время исполняет обязанности главы государства премьер-министр страны. Он, к слову, один из основных кандидатов на высший пост. В Казаларде около 70% линий электропередачи устарели. При этом нагрузка на подстанции растет. Люди жалуются, что свет в домах гаснет даже при небольшом ветре. Как намерены местные власти решать проблему, выясняла Кристина Алмазкоза. Деревянные бревна вместо бетонных столбов. Такие самодельные линии электропередачи жители улицы имени Батырхана Каипуло установили за собственный счет. Первые дома здесь появились еще 18 лет назад. Но с тех пор ситуация с электроснабжением так и не улучшилась. Света практически не бывает ни днем, ни ночью. Кондиционеры мы не включаем, холодильник не работает. Слабое напряжение – не единственная проблема. Люди сетуют, самодельные столбы часто падают даже при слабом ветре. А электролинии рвутся. О проблеме жители местные власти знают. По словам чиновников, сейчас ведутся работы по обследованию электролиний. До настоящего времени работы по обследованию электролиний не проводились. На данный момент специалисты уже этим занимаются. Но когда из бюджета будут выделены средства на обновление линии электропередачи, сказать трудно. Этот вопрос будет рассматриваться на сессии Маслихата. Как только деньги выделят, работы начнутся незамедлительно. Около 70% энергетического оборудования областного центра эксплуатируется уже больше полувека. А нагрузка на них выросла в 2-3 раза. Поэтому устаревшие электролинии не справляются с таким объемом и все чаще выходят из строя, отмечают специалисты. Необходимо в срочном порядке из областного бюджета выделить 500 миллионов тенге. На эти средства обновить 3-4 крупные подстанции и закупить новые трансформаторы и прочие запчасти. Впереди зима. Мы должны подготовиться. Чтобы провести модернизацию всех подстанций областного центра, требуется около 9 миллиардов тенге. Большая часть из них уже выделена из республиканского бюджета. Однако из-за недобросовестности подрядчика работы по реконструкции до сих пор не начались. Сейчас этот вопрос решается в судебном порядке. Кристина Алмазклза, Альхайдар Турлыханов, Казларда, Хабар-24. Как из садовода-любителя превратиться в профессионала и приобщить к любимому делу всю семью, знает житель Житесульской области Иркен Искаков. Он один из крупных поставщиков местных фруктов на рынке Алматы. Гульнар Жантасова расскажет о том, как строился его успешный бизнес. Сбор урожая для семьи Иркена Искакова как подведение итогов годового труда. В этот период становится ясно, смогли ли оправдаться все приложенные усилия. Когда-то вместе с братом садоводу приходилось начинать с малого. Сейчас на 12 гектарах здесь высажены различные сорта садовых культур. Главная гордость – яблоки и персики. 25 тонн яблок, персиков, слив, урюка и абрикосов собираем. Этот сад не только нашу семью доходом обеспечивает, но и жителей близлежащих сел. Потому что в сезон на сбор урожая по 40-45 человек нанимаем. Прибыль садоводства позволила сельчанину заняться и скотоводством. Сначала приобрел здесь десяток буренок, позже увеличил поголовье до 300. Сейчас его хозяйство считается племенным. Здесь хозяйничает его старший сын. Ну а младший рядом с отцом приобщается к выращиванию яблок. Я по профессии IT-специалист с высшим образованием. В пандемию из-за карантина пришлось бросить работу и вернуться в родной аул. Думал временно, но так и остался здесь. Вначале помогал отцу, а сейчас уже втянулся, и отец потихоньку всё дело мне передаёт. За 12 лет из садовода-любителя Иркан Искаков превратился в профессионала своего дела. Помогли специальность агронома и опыт, приобретённый с годами. Мой брат трудится, можно сказать, сутками и детей к этому приучил. У нас в селе все с него пример берут, а начинающие садоводы за советом приходят. Он всем старается помочь. Сейчас Иркан Алтайулы решил сыновьями строить откормочный комплекс. Уверен, что всё получится. Главное есть желание и средства, заработанные честным и упорным трудом. А ещё вера в своё любимое дело. Гульнар Жантасова, Хуан Штургенбаев, Хабар-24, область ЖТСУ. Производство кумыса превратили в прибыльный бизнес сельчане в Кустанайской области. В Амангельинском районе с частных подворья ежедневно продают почти 2 тонны переработанного кобыльевого молока. Продукция пользуется спросом не только в регионе, но и за его пределами. В посёлке Кумкишу в каждом пятом дворе есть табун дойных кобылиц. Свою продукцию кумыс сельчане отправляют в ближайшие районы, столицу, областной центр и Жизказган. В числе оптовых поставщиков национального напитка семья Мерзикеевых. Производством кумыса супруги занимаются четверть века. В личном хозяйстве 70 дойных кобылиц. Ежедневно продают по 100 литров переработанного молока. Заказов много поступает. Бывает, что забирают оптом всю партию. Качество людям нравится. Мы готовим кумыс по своему рецепту. Нам он достался от наших родителей. Дует кобыл четыре раза в день, каждые три часа. Самый большой спрос на майское и осеннее молоко. Его раскупают ещё по предварительной записи. Сама даю всех кобылиц, которые дома. Никого пока не нанимаем, справляюсь сама. Есть дворы, в которых работают доярки. Им платят по 150 тысяч тенге в месяц. Для жителей Кумкишу производство кумыса стало бизнесом. Ещё пять лет назад национальный напиток делали лишь в трёх домах. Сейчас их в шесть раз больше. Люди видят пользу от своего дела, получают хорошую прибыль. Каждый год у нас появляются новые переработчики кобылевого молока. Некоторые специально покупают транспорт, чтобы заниматься поставками национального напитка. Сейчас наш округ лидирует в районе по производству кумыса. Посёлок знаменит не только большими объёмами производства кумыса. Через дорогу от него знаменитые Тургайские эмираты. Кочующие пески привлекают туристов со всей страны. Ежегодно мы сюда приезжаем попить кумыс, вкусный медовый кумыс. Поиграться с детьми на барханах наших. Замечательный, не хуже, чем в Дубае место для отдыха. Обязательно, уезжая с собой, берём огромное количество кумыс на целый год. В прошлом году вдоль трассы рядом с посёлком открыли кумыс-хану. Это тоже бизнес местного жителя. В перспективе в Кумкишу планируют запустить цех по переработке кобыльевого молока. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. 22 тысячи километров добрых дел. Благотворительная акция «Осаржула» стартовала в столице. В течение ближайших двух с половиной месяцев представители фонда «Осарюме» планируют объехать всю страну. На какую помощь смогут рассчитывать нуждающиеся, расскажет Иван Тулинов. Акция «Осаржула» стартовала с театрализованного представления. Главной роли сыграли не артисты, а предприниматели и меценаты. Их цель – помочь малообеспеченным и многодетным семьям. Организаторы благотворительного марафона планируют объехать всю страну. Для нас является отличным примером наши предки, которые готовы были ради добра, ради помощи близкому пройти на конях в день 20-30-50 километров. Мы, взяв этот путь, эту традицию, но с современными технологиями, у нас есть самолеты, поезда, автомобили, сеть волонтеров, мы собираемся с сегодняшнего дня с города Нур-Султана выехать во все города Казахстана. Добрые дела на протяжении 22 тысяч километров. Благотворители намерены посетить каждый город Казахстана. Кому-то помогут жильем, кому-то профинансируют переобучение. Таким образом, состоятельные граждане одного города смогут помочь нуждающимся в другом населенном пункте. Прежде всего, это благополучное социальное положение всех граждан страны. В связи с этим в Казахстане была принята программа по увеличению реальных доходов населения. Я всегда готов поддержать любые идеи, мысли и кейсы, связанные с этим. В столице на призыв представителей фонда откликнулись пятеро предпринимателей. Сто выпускников смогут получить профессиональное образование, а в школы передадут сотню книг мировой классики, переведенной на казахский язык. За последние три года фонд смог обеспечить жильем 440 семей. Иван Тулинов, Растанбек, Успанов, Хабар, 24. Пять медалей привезли казахстанские школьники с Международной олимпиады по физике, сообщил министр просвещения Асхат Хаймагамбетов. В копилке отечественной сборной одна золотая и четыре серебряные награды. Интеллектуальный конкурс проходил в столице Швейцарии с 10 по 15 июля. Наши школьники соревновались со своими сверстниками из 75 стран мира. Глава Минпросвещения отметил, что ребята продемонстрировали высокие результаты и улучшили показатели прошлого года, когда Казахстан завоевал пять серебряных медалей. Асхат Аймагамбетов подчеркнул, призеры престижной международной олимпиады получат денежные премии и гранты на обучение в отечественных вузах без сдачи ИНТ. Выплаты получат и их педагоги-наставники. Первый десант юных патриотов прибыл из Алматинской области в Бурабай. В его составе дети военнослужащих и участники республиканских соревнований по различным видам спорта. В Акмолинскую область подростки прибыли на каникулы. Неделю они проведут в специальном летнем лагере «ЖАС-Сарбас». Для них подготовили насыщенную программу. Она включает как спортивные мероприятия, так и вылазки на природу. Дети получат навыки ориентирования на местности и выживания в лесу, научатся собирать палатки из подручных материалов и готовить пищу в походных условиях. До начала сентября активным отдыхом охватят около 160 детей. Общественный этнографический музей открыли в Павлодаре. Экспонаты для него собирали последние 9 лет. Посмотреть на уникальную коллекцию сейчас сможет любой желающий. Такие вот большие головные уборы одевают и у нас на юге. Среди первых посетителей музея – сельские дети. Маленькие гости проявили большой интерес к познавательной экскурсии. Все, что здесь собрано, оно по крупицам собрано большим количеством людей. В том числе наш филиал Ефремовский сделал достойный вклад. Ему дарили сюда большое количество предметов быта. Но вот одним из последних предметов я привезла деньги от Объединенных Арабских Эмиратов и камни, которые войдут уже в другую экспозицию. Здесь много экспонатов разных народов. Есть даже из Индии. Также увидели посуду и картины современности. За последние 9 лет фонд пополнился сотнями экспонатов. Помимо предметов из жизни и быта казахского народа, есть и диковинки из зарубежных стран. А этот древний Коран подарила музею местная семья. Издание священной книги относится к 19 веку. Сначала собирали, а потом искали помещение. Не наоборот, как некоторые делают наши коллеги. Сначала мы искали экспонаты, собирали коллекции. Во-первых, это элементы одежды. Это элементы каких-то бытовых вещей, связанных, может быть, с починкой одежды, с историей ткацкой и так далее. Значит, это музыкальные инструменты народные. Это детские игрушки. Это то, что характеризует, например, культуру. Большой вклад внесли простые жители. Без их активного участия было бы невозможно собрать такую коллекцию, уверены организаторы. Высокую оценку дали ей и ученые-этнографы. Музейная экспозиция основы Барьери-Челега. Уникальность экспозиции этнографического музея в том, что здесь представлены новые экспонаты, а также результаты этнографических материалов, собранных в ходе объезда сельской местности по Павлодарской области. Поэтому он и особенный. Сейчас в фонде больше 200 этнических экспонатов. Также открыта общественная библиотека, в которой собрано 5000 книг. Рост Сатканова, Акмарал Исимханова, Марат Игриков, Хабар-24, Павлодар. На этом пока все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok